Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале Мода Эджи Дима, канал Моди Красоте, а также об умном шопинге. Сегодня я расскажу вам об еще одном аспекте, который я заметила в своей жизни, в самой себе, и считаю, что это, безусловно, влияние минимализма. Хотя одна моя зрительница написала совершенно справедливо, заметила, что все, о чем я рассказываю в последних своих видео, либо все то, о чем я зачастую упоминаю в своих видео, это не что иное, как разумное отношение к вещам, разумное отношение к жизни и какое-то, скажем так, экологичное видение самой жизни. И я не могу с этим не согласиться. И более того, от себя могу добавить, этот комментарий, на самом деле, заставил меня задуматься о том, не спекулирую ли я на теме минимализма, потому что я думаю, для моих подписчиков, для моих основных зрителей, не секрет, что тема минимализма очень на моем канале популярна, что для меня очень приятна и все равно всегда неожиданна. Я сама задумалась, не спекулирую ли я на этой теме слишком. И могу сказать, что сам по себе минимализм, именно так я отвечаю для себя на поставленный мной же вопрос, сам по себе минимализм, это как раз-таки философия, которая формирует в современном человеке логичное отношение к самой жизни. Потому что сейчас очень многие вещи мы, современные люди, видим так, как кому-то выгодно, чтобы мы их видели. Прежде всего, я зачастую упоминаю знаменитый агрессивный маркетинг, очень умно поставленную и построенную рекламу. Действительно, это настолько влияет на наш выбор, настолько влияет на наше представление о нас самих, о том, как мы хотим выглядеть, как мы хотим жить, как мы хотим себя чувствовать и ощущать здесь и сейчас. А именно философия минимализма позволяет нам выйти из гонки потребления и, скажем так, дистанцироваться от вот такого влияния, хоть это очень трудно сделать. Я всегда считаю, что минимализм, я всегда говорю, что минимализм — это огромная самодисциплина, которая касается прямо-таки всех аспектов нашей жизни, когда мы определенные вещи начинаем понимать, когда мы определенные вещи начинаем отслеживать. Поэтому да, для меня вот такое логичное, совершенно логичное, нормальное видение вещей, к которому я пришла, совершенно простые вещи, я действительно о них часто рассказываю, о том, как здорово быть со своими детьми, о том, как здорово с ними играть, не имея игрушек, просто потому что сорвали травку и что-то там наварили, наделали, о том, как это здорово не ходить по магазинам и чувствовать себя свободной от этого чувства вины после того, как ты сделала какие-то покупки и потратила баснословные деньги, либо просто деньги, которые ты потратила на вещи, которые тебе не очень нужны, плюс, опять же, умение проводить время совершенно иначе, не потребляя, не прибегая к тем или иным товарам, к тем или иным услугам, на самом деле это все и есть нормальное отношение к жизни, логичное отношение к жизни и логичное видение вещей, которого мы, современные люди, зачастую лишаемся, в силу, опять же, того, что мы живем вот в таком социуме, в котором во главу угла зачастую ставится действительно то количество вещей, наша покупательная способность, наша покупательская, точнее, способность, и зачастую во главу угла ставится то количество вещей, как ценность, которую мы можем позволить себе приобрести, которую мы хотим приобрести и, как следствие, которую мы должны желать приобрести. Отказавшись от определенных услуг и товаров, я поняла, что минимализм позволил мне называть саму себя человеком неленивым. Я часто говорю в своих видео, что раньше я была человеком очень неорганизованным, я всегда любила чистоту, но с порядком у меня всегда были проблемы. И вот, опять же, оглядываясь на 20 лет назад, могу про саму себя сказать, что я была человеком, скажем так, и ленивым в том числе. Я всегда была перфекционистом, я всегда, когда ставила себе цель, старалась ее достичь, старалась делать все, чтобы потом я сама себя не могла упрекнуть в том, что я что-то не сделала, и поэтому моя цель не была достигнута. Но, тем не менее, именно лень, именно желание поспать, поваляться, ничего не делать были свойственны мне в достаточной мере. Потом, когда в моей семье появился первый ребенок, безусловно, лень была вытеснена необходимостью заботиться о новом члене семьи. Забота лежала в основном на моих плечах, поэтому лень была вытеснена. Но, опять же, я была человеком очень склонным к тому, чтобы отдохнуть, очень склонным к тому, чтобы запереться в ванной на 50 минут, из них 40 пролежать в теплой горячей ванне. И вот могу сказать здесь и сейчас, что именно минимализм позволяет мне называть себя человеком неленивым. Я смогла отказаться от определенных услуг, и сейчас какие-то вещи делаю сама. Я не леню сделать их сама. Я очень часто в своих видео про уборку говорю, что способ, точнее, убираться для меня – это способ контролировать пространство вокруг меня. И если раньше уборку я воспринимала как занудную рутину, я думаю, что большинство женщин меня поймут, то теперь на самом деле, когда я убираюсь, я прежде всего чувствую, что я контролирую пространство вокруг себя. Тем более, когда я расслабляюсь, тогда я прямо-таки чувствую себя действительно хозяйкой в своем собственном доме. Что именно я решаю, что в этом доме остается, где что должно лежать, а не вещи за меня, которые окружают меня в таком огромном количестве. В моей жизни такое было, я также рассказывала об этом. И именно это количество этих вещей диктует мне, как часто я должна убираться, и сколько для меня самой остается пространство в моем же собственном доме. Если мы посмотрим на минималистов, мы заметим, что действительно зачастую с минимализмом приходит некое глобальное изменение образа жизни. Люди становятся приверженцами другого, нетрадиционного, зачастую это называется питанием. Люди зачастую начинают практиковать йогу, либо какую-то другую спортивную нагрузку, другую спортивную философию, по-другому не скажешь. Сегодня, например, я сама, человек, который совершенно не склонен к спорту, который никогда спортом не занимался, поймала себе на мысли, что мне нравится выходить на пробежку. Я не всегда бегаю, потому что, повторюсь, я, во-первых, не считаю это очень здоровым способом поддержания своей физической активности из-за того, что большая нагрузка ударная на колени, прежде всего. Я, скорее, разбегаюсь, а потом очень бодро иду, но, тем не менее, я поняла, что я делаю это с удовольствием. Я воспринимаю это, прежде всего, как некий способ провести свое свободное время. Если раньше свое свободное время я любила проводить за шопингом и просто не представляла себе классной другой интернативы, также очень любила выходить со своей семьей в ресторан, то теперь все поменялось, и пресловутый олень, который останавливал меня раньше и позволял мне думать, ну, зачем собираться, зачем куда-то выезжать, и дома хорошо, и посидеть можно, в общем-то, здесь провести время, поиграть, возможно, вкусно покушать и так далее, и так далее. То сейчас именно отсутствие этой лени заставляет меня двигаться, вот прямо-таки двигаться вперед и действительно совершать потрясающее открытие, ну, прямо-таки изо дня в день. Я вдруг осознала, что стала человеком, который не ленится убираться, который не ленится убираться много, который не боится беспорядка, который не боится, что называется, засучить рукава и взяться за работу. Я стала хозяйкой, которая не ленится делать каждодневную уборку. Раньше мне казалось, о боже, это так страшно, это такая рутина, которая тебя сам уже засосет, засосет твою красоту и молодость непонятно куда. Но тем не менее, сейчас, смотря на себя со стороны, я понимаю, что я со всем справляюсь, при этом достаточно хорошо выгляжу, и самое главное, я себя прекрасно ощущаю в этой роли. Я посмотрела на себя со стороны и поняла, что для того, чтобы мне оставаться в неплохой физической форме, мне не нужен спортзал, как я думала раньше. Возможно, мои зрители помнят, я рассказывала, что со своим мужем я познакомилась именно в спортзале. Мне нужно в общем-то только желание взять и пробежаться, взять и сделать элементарную гимнастику. И таких людей, как я, на самом деле очень-очень много. Нужна специальная одежда, мне не нужны специальные тренажеры, мне по большому счету нужно только мое желание. Хорошая погода для того, чтобы пробежаться, для того, чтобы сделать какие-то элементарные упражнения, которые позволяют мне оставаться в форме, элементарную гимнастику, которая позволяет мне чувствовать себя прежде всего хорошо. Я посмотрела на себя со стороны и поняла, что я мама, которая с удовольствием гуляет со своими детьми, которая не ленится выйти с ними на прогулку два раза в день, если погода позволяет. Я также поняла, что я блогер, который не ленится выпускает, но я на самом деле могу сказать огромное количество контента каждый день. Поэтому, дорогие мои зрители-минималисты, на канале уже есть видео «Минимализм, за что мы можем гордиться собой», люди, которые практикуют минимализм, но там я не упоминала как раз-таки вот это отсутствие чувства лени, либо чувства лени, которые становятся свойственны нам в гораздо-гораздо меньшей степени, чем когда-то, когда мы минимализм не практиковали. Посмотрите на себя со стороны. Я уверена, что очень многие смогут себя похвалить за то, что перестали лениться, либо стали, ну прямо-таки, человеком, которому лень не относится как характеристика совершенно. Я на этом с вами прощаюсь. Желаю всем хороших выходных. Помните, что для того, чтобы классно провести время, чувствую необходимо просто этого захотеть и просто классно провести время. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова